Личинки, которые прогрызают кожу. Все эти делятся кадрами пациентов, которые пострадали от саркариоза. Заболевания можно встретить в разных регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. А заразиться проще простого. Всего лишь искупавший в стоячем водоеме. И уже через два часа наступает так называемый зуд купальщика. Вообще жизненный цикл возбудителя достаточно сложный. Он предполагает прохождение и через основного хозяина, через птицу водоплавающую, и через промежуточного хозяина моллюска. То есть все должно в природе сойтись. Возбудитель в форме личинки проникает в кожные покровы, но по сути вгрызается в верхнюю часть кожных покровов и вызывает локальное раздражение. Потом, конечно же, он погибает и процессы распада его как такового живого тоже добавляют неприятные ощущения. Самочувствие пациента быстро нормализуется и сама болезнь не несет какой-то угрозы. В отличие от лихорадки западного Нила, который тоже пугает жителей страны. Она передается через укус комара. В России об этой лихорадке знали еще в 60-х годах прошлого века. Фиксируют случаи заражения и сегодня, особенно в теплых регионах. Лихорадка западного Нила, вероятность ее заноса в нашей территории существует именно с перелетными птицами. Поэтому считается, что наиболее эпидемически напряженными являются именно водоемы, где делают остановку перелетные птицы. Роспотребнадзор пока не фиксирует лихорадку западного Нила в Алтайском крае. Но мониторинг ведется. Врачи считают, что есть риск того, что у нас в Сибири тоже сформируется свой эпидемический очаг из-за изменений климата. И эксперты считают, что сегодня ситуация достаточно тревожная. Многие вирусы уже не экзотика. Так, до Сочи дошла лихорадка Денгей, которой можно было заразиться, например, в Таиланде. А пока вся эта зараза еще не дошла до наших широт, уже сегодня стоит опасаться того же дирофилериоза, который переносят комары. В край зарегистрированы единичные случаи. После присасывания комара под кожей формируется половозрелая особь гельминта. По-простому червяка длиной 30-40 сантиметров. Внешне выглядит он как толстая рыболовецкая леска. И вот такое образование может под кожей у человека сформироваться. И это образование способно даже к передвижению, что порой вводит в ужас и панику того, у кого это происходит. Но страшного ничего нет. Врачи знают, что с этим делать. Единственное, болезнь несет большую угрозу для собак. В отличие от человека, они могут даже умереть. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.